Велосипед для большого парня это реально интересная история. Что делать тем, кому за 100? Причем вы, мои худенькие собратья, зря думаете, что 100-килограммовыми бывают лишь старики и жердяи. Среди пауэрлифтеров немало сильных пузом и руками мужчин, которые очень любят покататься на велосипеде. Я Макс Морель, это канал Велосклад. Не забудь проследовать за лесой и подписаться. Плохо не будет. С чем сталкивается среднестатистический повелитель массы? Конечно же, с вопросом о том, выдержит ли байк твой вес. Чтобы собрать побольше инфы, я прикинулся толстяком, который ищет гибрид. И начал звонить в рандомные магазины, чтобы сравнить их рекомендации. Добрый день. Я вот подбираю себе велосипед. Я вешу 115 килограммов. Примерно хотя бы в какую цену велосипед подбирать, чтобы я был уверен в том, что он подо мной не сломается. Ну, в целом, в общем, никакой не сломается. Но я, по-моему, считаю, что он где-то от 25 и выше. Я бы порекомендовал смотреть на любой вел, дороже, условно, 70 тысяч. Потому что там уже, собственно, идут качественные велки, компоненты, качественная трансмиссия. Например, есть базовая Мериды с такими тормозами. Мериды просто 20. 30 тысяч стоит. Это 30 тысяч 385. Я не буду называть магазины, в которые звонил. Но, как видите, в среднем ценник совпадает. Мне сказали, что байка 30К вполне выдержит испытания веса. По факту все они говорят правильно. Основные производители рассчитывают на то, что нагрузка на байк будет не превышать 130 килограммов. Правда, за некоторыми ограничениями, о которых сказали в одном магазине. В интернете есть и китайский трешачок, типа того же BMW. Я позвонил Давидычу, чтобы узнать его мнение о таких байках. Может быть, это дань уважения крутой автомобильной марке? Это не уважение, это пиар. Так петухи поступают. Я тебе просто, блядь, не стал этого по телефону говорить. Но я тебе и говорю, что это петушина просто. Литые колеса, лакированная рама, супер качество. Но что сам продавец скажет об этом? Я просто вешу 115 килограммов. Вот выдержит меня этот велосипед? Ну, выдержит, выдержит. Просто нагрузка слишком большая будет. Из нас просто быстрее будет идти у них. Вам вообще желательно как бы фэтбайк рассмотреть? Ну, почти правда. Но чувак все же засомневался. Спасибо за честность. На самом деле, такие колеса, ну, не то чтобы сложатся, они и правда будут очень быстро изнашиваться. Ну, где-то через месяц или два пойдет трещина. И если ее вовремя не заметишь, то колесо сложится уже под тобой. Но меня все-таки радует, что продавец частично сказал достаточно честную информацию. Реально людям с большим весом я бы рекомендовал воздержаться от покупки карбоновых байков. И смотреть на оборудование среднего и чуть более высокого уровня. Потому что под большим весом усиливается износ. Тут даже продавец BMW с Авито сказал честно. И не надо рассчитывать на чудо. Ну, у нас был такой прецедент покупатель. Стоит килограмм. У него от силы ног. Можно его просто переключать. Да, в натяг идти вообще не стоит. Но это когда ты крутишь в гору и пытаешься переключить передачу, при этом люто ломаешь свои компоненты нагрузкой. Кстати, о том, как переключать передачи, я уже рассказывал в одном из своих роликов. Так что посмотри по ссылке. Но, скорее всего, всю эту информацию говорят люди, которые сами весят не больше 100 килограммов. Поэтому самое реальное это посмотреть, что пишут чуваки на массе. На форуме они называют себя Клуб за 100. Начну с себя. Леха, 115-105. В зависимости от того, чем занимаюсь. Велосипед GT Avalanche 1.0. До этого был 2.0. До этого стелс Адреналин. До этого стелс 610 ригит. До этого Кама. Замеченные косяки на 2.0. После одного приземления выбило регулировочный штырь в вилке. Адреналин для моего веса не катит совсем. Не рекомендую. У меня при езде по городу все было нормально. А вот когда целый месяц гонял по лесам кросс-кантри, там, где много корней в лесу, начались проблемы с подсиделом. Конечно, 400 миллиметров будет безопаснее для рамы. Тем более я выдвигаю штырь до максимальной отметки. Но мне все же кажется, что тут надо брать стальной штырь. Рост 185-186. Возраст 33. Вес 107-110. Когда начинал кататься, было 100-103. С сентября 2009 года катаю на Мериде ТФС Трейл 500Д. Пока менял только педали на широкие платформы. Ну, давайте посмотрим, чему тут ломаться. Вообще, у нормальных контор байки обычно проходят различные тесты на прочность. Причем испытываются они и на максимальных весах тоже. Но, к сожалению, мало кто пишет максимально допустимый вес. Наверное, потому что они не хотят возвращений по гарантии. Чисто бабки. Ничего инженерного. Теперь о колесах. Что интересно, в двух магазинах меня отговорили от 29-х катков. Кстати, от гибрида тоже. Мотивировали тем, что 29-е катки менее прочные. Ну, 29-е лучше не брать. Ну, он просто больше ремонтирует людей. 29-е, они более хребки. Они подстраховываются. 29-е колеса и правда можно ушатать, нещадно долбя их о корни, бордюры и тому подобное. А если спицы намекают вам посторонними звуками о том, что было бы здорово их подтянуть, то вам придется обращать на это внимание. Следующий узел, который берет на себя основу вашего веса, это подсидел. Амортизируемый лучше не брать. Тут уже я страхуюсь. Вы можете кататься с амортизируемым подсиделом много лет и все окей. Но я же не знаю ваших параметров, как и не знаю параметров допустимой нагрузки для подсидела. Или вашего подсидела, любого другого. И если производители в этом вопросе дают весьма мутные ответы, мы можем ориентироваться только на сопромат. А я по образованию юрист. Рад познакомиться. Адвокат Панков. Вот еще, что касается подсидела, я бы не стал его поднимать слишком высоко. Кстати, на подсиделах отмечается допустимая высота, при которой вероятность сломать подсидельную трубу будет сведена к минимуму. Так вот, остерегайтесь этой отметки и опускайте посидел как можно глубже. Ну, на крае купите себе новый, если он у вас короткий. Вот у меня длинный. А вообще, если вы подсидел поднимаете настолько высоко, что он уже граничит с этой стоп-линией, то стоит задуматься, а ваша ли вообще ростовка? Втулки. Об этом еще ни один продаван не сказал. Все эти переклюки, тормоза. Ну, тормоза окей. Но втулки. Про них вообще никто не думает. А ведь Порши там живут не вечно. Возьмите себе топчик, побалуйте. Будет годный накат, втулочки будут живее, можно будет спокойно дубасить байк. А корни на спусках, правда, я бы поменял колеса в сборе. Вообще, полезная тема, потому что прочный двойной обод в сочетании с топовыми втулками – это космос. Потому что процентов 70 веса байка – это колеса. Есть еще одна веселая проблема, когда люди как бы забивают своей попой седло вниз. То есть, в начале покатушки было приподнято, в конце покатушки опущено. Обычно это происходит после катания по лесу или по грейдеру. Поэтому, если видите какие-то неровности, ямы крупные, то не ленитесь вставать с седла. Амортизируйте ногами. Не надо амортизировать это все пытаться велосипедом. Это не понравится ни ему, ни вашей спине. Рули. Ну, они обычно крайне редко ломаются. Обычно они гнутся. Но если хотите более усиленный руль, то не берите широкий, возьмите чуть поуже. Хотя, честно говоря, эта погода не сделает. Потому что при нормальной посадке вы не нагружаете свои руки. Если у вас болят ладони, то проверьте, скорее всего, вы сидите неправильно. Ну и ростовку. И вообще, гляньте мой видосик об этом по ссылке. Еще крайне не рекомендуют брать карбон. Говорят, что может треснуть. А стоит карбон дофига. Может, они страхуются, может и нет. Но есть, например, вот такой вот немецкий мишка. Трековый гонщик. Его зовут Роберт Форстман. Он весит около 96 килограммов. Сомневаюсь, что он катается исключительно на столе. Я постарался рассказать максимально много. Все, что знаю и все, что сумел мы копать. К сожалению, инфы не очень-то много. Так что, если ваш вес больше 100 килограммов, расскажите о своем опыте катания. Лопаются ли у вас спицы? Как выдерживают 29-е катки и втулки? И все такое. Потому что многое в этом вопросе индивидуально. Если вам понравился этот ролик, то поддержите его лайками. Расскажите друзьям. Не забудьте проследовать за лесой и подписаться на канал. С вами был Макс Морель. И это Велосклад. Пока.